Дискриминации в отношении россиян, по всей вероятности, все-таки в странах Европы не существует как таковой, хотя есть превратное и искаженное представление о русских и о россиянах в целом. Оно тоже является средством стереотипов, и оно связано с такими расхожими явлениями, как пьянство, якобы чрезвычайно распространенное в России, как некий асоциальный образ жизни и прочее. Это стереотипы, которые, к сожалению, сложились на Западе в отношении России некоторое время назад, и которые достаточно сложно преодолеваются. Это одна сторона. То есть существует некая предвзятость, и мы должны понимать, что отношение к гражданам нашей страны может быть таким на Западе, и оно, к сожалению, сформировано в западной среде. Вторая составляющая – это проблема семьи и детей. И здесь я хочу подчеркнуть, что я далек от мысли, что есть какой-то заговор против русских семей, ни в коем случае. Но существует, во-первых, очень серьезная разница в культуре и традициях, в том числе семейных традициях. Серьезная разница в законодательстве у нас и в европейских странах, в той же Норвегии или Финляндии. И граждане нашей страны, уезжая со своими детьми в Европу, особенно в скандинавские страны и Финляндию, поскольку именно там наиболее жестким является ювенальное законодательство, они сталкиваются с правовой средой и социальной средой, которой они оказываются неготовы. И то, что является, в общем-то, не преступлением, не проступком, а нормальным поведением, семейным поведением в России, воспринимается в странах Запада и, прежде всего, в скандинавских странах, как агрессия против ребенка, как нарушение его прав. Вот эта разница в моральных постулатах и в нормах права, она является основной причиной. И наши граждане не готовы к этому. И я думаю, что это действительно очень серьезная проблема. С одной стороны, очевидно, часть этой проблемы состоит в том, что россияне должны понимать, что если они езжают на постоянное местожительство, не в туристическую поездку, а на постоянное местожительство в ту или иную страну, как минимум они должны иметь представление о законодательстве и нормах, принятых в этой стране. С другой стороны, конечно, с моей точки зрения, как жителя, гражданина своей страны, нормы ювенальной юстиции, действующие в ряде европейских стран, являются, безусловно, чрезмерными. Чрезмерной защитой ребенка. И они дают обратный результат. Ведь, по сути, они превращают чиновника в вершителя судеб, который решает, быть этой семьей или не быть. И фактически, абсолютизируя какие-то абстрактные права детей, ювенальная юстиция тем самым западных стран разрушает семьи. Причем разрушает вполне благополучные семьи. Вот, собственно, проблема. То есть проблема в некой чрезмерной вере в эту абсолютизацию прав ребенка. Я думаю, что, конечно, это тоже серьезная проблема. И она касается не только граждан России, но и, собственно, жителей Норвегии или Финляндии. И я думаю, что законодатели и политические и общественные силы этих стран должны все-таки как-то скорректировать такую политику. Потому что, в целом, безусловно, она отвечает интересам. И действительно идет речь о защите ребенка. Это очень важно. Но нельзя при этом действовать так чрезмерно. И потом, ведь фактически речь идет о том, что государство, внимание, вмешивается в жизнь индивида. Чрезмерно вмешивается в дела семьи. Вот в этом смысле, мне кажется, ювенальная юстиция на Западе становится элементом тоталитарного государства. Вот та самая картина из антиутопий Джорджа Орбелла и прочих великих писателей, которые рисовали государство, которое всегда следит за тобой, которое вмешивается, тотально вмешивается в дела, в личное пространство человека. Вот мне кажется, что вот этот избыток ювенальной юстиции на Западе – это проявление тоталитарного государства, вмешивающегося, диктующего свою волю конкретному индивиду. Хорошо. Хорошо, звоните. Всего хороших выходных.